МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Добрый день. Вам слово. По договору займа одна сторона, займодавец, передает другой стороне заемщику в собственность денежные средства на определенный период, а заемщик обязуется вернуть те же денежные средства через некоторое время. Займ можно делать и в иностранной валюте. То есть это предусмотрено статьей 11 закона о валютном регулировании и валютном контроле. Не безызвестна поговорка, что если хочешь заиметь врага, то одолжить человеку денег. Как можно одолжить так, чтобы не возникло проблем? Значит, можно написать либо расписку. Расписка пишется в простой письменной форме, для суда имеет юридическую силу. Либо сделать договор займа нотариуса. Хочу сказать, что исходя из практики работы, как ранее и в суде, так и сейчас в нотариате, я могу порекомендовать, конечно, делать лучше договор займу нотариуса. Почему? Если делается просто расписка, в случае, если человек не возвращает деньги, взаимодавец должен обратиться в суд с заявлением о взыскании этой денежной суммы. При этом при подаче искового заявления придется платить 5% цены иска. Если же делается договор займа у нотариуса, то в случае невозврата денежных средств нотариус может сделать исполнительную надпись. На основании этой исполнительной надписи судебный исполнитель будет принимать меры к принудительному исполнению. То есть исполнительная надпись будет иметь силу исполнительного документа. Конечно, я бы порекомендовала делать договор займа под залог имущества. То есть когда человек дает под залог какое-то имущество, лучше всего недвижимое, в этом случае гарантия возврата, безусловно, гораздо выше. Потому что если залога имущества никакого нет, то, как правило, к тому времени, когда приходится выносить судебное решение, либо когда принудительное исполнение происходит у судебного исполнителя, к сожалению, никакого имущества уже нет. То есть недобросовестные люди, которые не хотят отдавать долг, они принимают все меры к тому, чтобы его действительно не отдать. Поэтому, конечно, личное дело каждого человека, принимать решение ему нужно самостоятельно, давать деньги в долг, либо не давать. Но в то же самое время нужно думать о том, какие последствия возникнут в дальнейшем. Светлана Анатольевна, спасибо. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова